я отдаю себя тому единственному что достойно этого во всей истории во всем мире одно достойно того чтобы за это умереть и я здесь сейчас это делаю я сталкивался с этим снова и снова нет ничего более достойного нет нации нет правительства нет ничего более достойного чем это это единственное во всей истории во все времена что достойно чтобы за него отдать все бог здесь активно действует сильно стараясь достичь человечество которое даже отвергает его сейчас это самая опасная страна в мире для христиан недавно здесь 90 человек погибло и 200 было ранено из-за взрыва бомбы основная часть города была перекрыта это все породило давление и страх смерти так что христиане стали обвинять друг друга говорят если ты будешь евангелизировать и делиться своей верой и приглашать людей к иисусу это убьет нас и затем они все поняли дух святой иди впереди нас направляй нас отец спасибо что иисус будет таким знаменитым я увидел человека на улице он хромал я знал что одна нога у него была короче другой в это самое опасное время года давление было таким сильным ты можешь развернуться просто расслабься возьми его ноги держи их снизу только посмотри эта нога намного короче во имя иисуса приди полностью в норму нога вытягивайся прямо сейчас во имя иисуса я провозглашаю исцеление бедер во имя иисуса и вот я держу ноги этого человека и мы молимся и приказываем чтобы нога выросла во имя иисуса вдруг мы замечаем что к нам приближается полиция полное исцеление полное исцеление прямо сейчас полиция здесь окей хорошо я сидел и думал сбегать некуда это это очень опасная ситуация что вы делаете зачем вы снимаете когда я увидел как они забрали камеру и телефон я подумал о нет там все доказательства все что им нужно это просмотреть несколько последних сцен и бум это конец мы мертвы господь закрой им глаза чтобы они не увидели у вас есть видео на котором полиция нет 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 так тяжело было уезжать как только мы отъехали господь проговорил ко мне семя посажены ты ясно показал евангелие семя посажены это не конец будет продолжение дьявол только и хочет чтобы мы отреагировали страхом и прятались но мы отреагируем на это исцеляя больных и рассказывая об иисусе и и вот все начинало проясняться во всем этом был смысл это противостояние было для того чтобы разжечь огонь чтобы мы еще больше действовали они отступали это был наш последний день вместе и мы молились приди дух святой сойди на нас и дай смелость пошли свой огонь и и он пришел он пришел с огнем он пришел со смелостью он пришел и высвободил отвагу они нуждались в силе святого духа они нуждались в его воздействии они нуждались в наполнении и укреплении и сила святого духа дала им это дух святой пришел и наполнил их силой и властью и высвободил отвагу святую отвагу только так это могло произойти они говорили есть что-то большее мы должны делать больше мы должны видеть больше и теперь все изменилось во время рамадана большинство мусульман выходят только ночью потому что днем они должны поститься они не могут даже пить воду и мы петляли по этим безлюдным улицам это было довольно экстремально ребят вы видите этого парня там на той стороне дороги мы можем вернуться о у него нет руки что случилось с твоей рукой я потерял ее при взрыве о чем мы можем помолиться что не так с его руками мая ладонь не раскрывается он не может ее распрямить коснись его руки отец во имя иисуса я повелеваю этой руке исцелиться прямо сейчас я повелеваю этим пальцем выпрямиться прямо сейчас будьте исцелены во имя иисуса я удивлен он удивлен ты видишь Иисус сильно любит тебя вся боль ушла его палец стал ровнее его палец ровный он был согнутый да у меня была сильная боль в пальцах о ты видишь это его пальцы выпрямились посмотрите на мои пальцы вау посмотри на это я не мог так делать раньше его пальцы больше не кривые он не мог разогнуть их раньше иисус только что исцелил твою руку я не мог так делать теперь пальцы ровные выпрямить их посмотри на это больше нет боли я не мог так делать раньше я знаю я видел эти пальцы были такими а эти такими я чувствую мир в сердце да это иисус говорит как сильно он любит тебя это кульминация того для чего бог послал нас туда и мы увидели что они поняли это он действительно за нас он сражается за нас он идет напролом он делает это мы не должны делать это сами и быть хитрыми как змеи в одиночку он с мечом в руках воюет этой битве я чувствую себя так хорошо он говорит что смог бы пожертвовать собой ради иисуса помолись вместе с ним тебе нужно произнести имя иисуса в нем сила это изменит вещи это обезоружит врага тебе нужно произнести имя иисуса и он произнес имя иисуса и пришел мир он говорит что не чувствовал такого мира с тех пор как родился позже они говорили что как только он произнес имя иисуса что-то произошло ты мой брат я люблю тебя мой брат я люблю тебя я буду все время молиться за тебя я люблю тебя они получили передачу помазания они были наделены смелостью меня переполняли чувства господь они не должны видеть меня приди туда и сделай это им нужно видеть что ты сражаешься за них ты сражаешься за них и защищаешь их потому что это они рискуют каждый день я просто приехал я просто зажигаю искру это их возможность видеть что бог на нашей стороне это он продвигает евангелие вперед это не просто мы и наши усилия и наша способность убеждать или говорить это царство которое врывается в этот мир демонстрируя реальность того кем является иисус и бог показывает что это он господ ты мой брат иисус говорит меня провозгласят на улицах этого города я уилл хеккер и это мой фильм это даррен уилсон вы можете узнать его как того кто сделал фильм божий палец из того времени снимал о боге по всему миру и из-за моей дружбы с ним я оказался в этом приключении хорошо ты готов а они готовы ты готов когда я начал свой путь 10-12 лет назад он начинался с глубокого скептицизма то есть бог делает разные вещи но тебя больше волнует в чем же смысл в чем смысл всего я всю жизнь был пастором я спрашивал разве смысл просто в спасении или в чудесах в чем смысл если бог делает все это то зачем я увидел что ты такой отчаянный ты отчаянный по богу и это все что нужно большой прорыв приходит из невероятного отчаяния когда ты говоришь бог мне нужно тебя увидеть если ты действительно последуешь за сердцем отца что ты найдешь ты найдешь самую любящую личность во вселенной ты гонишься за сердцем бога как это может не стоит того даже если ты найдешь крошечную часть самого его это стоит того тебе надо что-то понять обо мне и моем прошлом даррен начал свой путь как скептик и не был уверен во что он верил я был пастором 15 лет и был уверен в том во что я верил я слышал о церкви Вифиль в Рейдинге в Калифорнии которая известна по всему миру как место где бог совершал невероятные сверхъестественные вещи также я слышал как мои более консервативные друзья задавались вопросом подлинная ли она вообще поэтому я был взволнован мне было любопытно приехать сюда и увидеть своими глазами вокруг чего была вся эта суета не надо и говорить что я не был разочарован в Исаии 61 сказано о сокрушенных людях первые три стиха о том как пленные получают свободу узники выходят из темницы сокрушенные сердцем исцеляются и в Исаии сказано что они возвратятся кто они все сокрушенные люди которые получили чудо свет светит чтобы мы могли быть городом на горе который невозможно скрыть Иисус не сказал вы свет церкви Он сказал вы свет миру как свет может становиться ярче а мир темнее свет же находится в мире сила божья должна покинуть стены церкви да люди должны приходить и исцеляться но они исцеляются с целью преобразования всю свою жизнь я слышал как люди говорят о боге но здесь они не просто борются с большими богословскими проблемами они также пытаются реально ощутимым образом продемонстрировать то во что они верят это подтолкнуло меня пойти с крисом оверстрит на типичное для учеников приключения царства с нами были джонатан и джонни из германии мы с крисом запланировали поехать в университет чика чтобы студенты смогли встретиться с богом я слышу как бог разговаривает со мной уже более 20 лет но я быстро учился чтобы экранизировать бога надо как слышать его так и действовать по вере после часа езды у меня было чувство что мы должны были развернуться и возвратиться в рейдинг но я не знал почему придерживаюсь я плана или я прислушаюсь к тому что я думаю бог говорит с большими сомнениями мы съехали с шоссе в 11 часов ночи и поехали назад когда мы заехали в кафе в рейдинге бог наконец решил прошитать нам свой план знаешь крис я думаю нам предстоит встретить парня он ждет он взывал к богу я думаю бог даст нам сегодня встретиться я чувствую это душа из-за которой бог хочет чтобы мы были в центре города у меня было впечатление от святого духа он хочет прикоснуться к нему как его зовут первое что пришло мне на ум это майкл мне тоже пришло имя майк майк да это все что у нас было имя майк в полночь когда почти весь город спал но если это вправду бог дал нам это имя то это означало что у бога есть план и наша задача была просто доверять ему и мы начали ездить по рейдингу и искать парня по имени майк привет тебя зовут майк майкл ты не знаешь кого-то по имени майкл ты майкл нет ты не знаешь хорошо иисус любит тебя иисус любит тебя часто люди думают что когда ты выходишь евангелизировать ты всегда сразу же встретишь правильного человека и осознавать что иногда у тебя не будет получаться приносит такое освобождение но ты никогда не должен бросать продолжай идти вперед и любить людей и быть верным тому что бог поместил в твое сердце мы проезжаем еще немного по центру заходим в кафе и видим этого парня мы говорим привет тебя зовут майк он говорит нет затем мы переходим улицу и видим группу ребят мы переходим и джонатан говорит привет здесь кого-то зовут майкл и вся картина поменялась здесь есть кто по имени майкл он только что ушел вам нужен майкл м послушайте это будет звучать странно потому что мы были в машине и он получил слово что майкл находится здесь подождите я пойду приведу его и мы приехали мы знали что бух сказал я собираюсь поговорить с майклом сегодня и мы ничего не знаем о вас верно мы говорили об этом машине и бог хочет коснуться кого-то по имени майкл ребята вы спрашивали о майкле это майкл мертон привет мертон привет майкл я майкл а как вы меня нашли мы ехали и когда мы были в макдональдсе мы разговаривали и джонатан сказал я чувствую мы встретим майкл я сказал да я тоже чувствую что это майкл потом джонатан сказал что чувствует что ты пережил потерю расскажи ему джонатан у меня было впечатление что ты потерял кого-то любимого да несколько недель назад но не в смысле что он скончался это твой отец да окей это будет звучать тут становится странно да правда потому что мы собирались в другое место и мы почувствовали возможно нам стоит поехать в центр города и мы четко услышали слово майкл я увидел картинку как кто-то потерял кого-то из семьи у тебя есть боль в бедре вот здесь там есть боль она болит о мой бог как вы это узнали как вы это узнали вчера меня стреляли на меня наехала машина и я ходил с трости с тех пор как я слез с обезболивающих которые давали мне врачи это очень странно и ты указал прямо на мое бедро это невероятно я спрашиваю потому что чувствую боль которой у меня не бывает да на меня наехала машина у меня была сломана спина разорвано ухо расколота бедренная кость и все мое бедро сдроблено я был в реанимации долгое время майкл дашь ли ты богу шанс исцелить твое тело безусловно можем мы это сделать да мы помолимся за тебя я верю бог коснется тебя тут нет совпадения сила божья доступна из-за любви иисуса давай сначала помолимся за твое бедро может кому-то тут еще нужна молитва не бойся того что бог будет менять твои жизни дай я помолюсь за тебя спасибо бог господь ты показал нам майка бог ты более заинтересован в жизни майкла чем мы господь я освобождаю твою исцеляющую силу прямо сейчас дух святой коснись прямо сейчас иисус ты сказал что каждый кто приходит к тебе получает жизнь я провозглашаю жизнь над ним прямо сейчас могущественное имя иисуса господь я молюсь чтобы его бедро исцелилось прямо сейчас бедро исцеляйся во имя иисуса прямо сейчас отец наполни его своей любовью могу я положить руку тебе на сердце господь наполни его своим присутствием майкл бог это хороший отец ты ощущаешь что ты потерял отца но бог говорит что он никогда не оставлял тебя майкл он твой отец даже если твой отец и мать оставить тебя господь позаботиться о тебе он так гордится тобой это так невероятно что он послал нас в это время чтобы мы пришли и помолились за тебя мы собирались ехать в город чика но бог сказал нет я хочу поговорить с майклом итак мы высвобождаем исцеление прямо сейчас отец наполни его своим присутствием что ты сейчас чувствуешь тепло это любовь божья это сила божья наполни его господь где ты чувствуешь тепло в моем сердце спасибо господь наполни все его тело господь дьявол приходит украсть убить и погубить нашу жизнь можешь проверить как ты себя чувствуешь это очень странно я ошеломлен как тебе кажется боль уменьшилась о да намного уменьшилась какая то боль еще осталась да остатки боли еще есть но мне станет лучше я буду сильнее да я обниму тебя ребята вы можете все подержать руки вот так как твой желудок после молитвы лучше значит боль уменьшилась мы сейчас пригласим святого духа чтобы он коснулся вас вмешаться но я прошу тебя приди в силе и могуществе явить себя им мы молимся о твоем присутствии коснись и коснись и эти спасибо что ты их смвчаешь пусть они сейчас очищают твою присутствие на себе прямо сейчас во имя иисуса спасибо господь за силу пусть твоя сила сойдет на нем сила 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 божье пусть прибывает на них спасибо господь иисус за то что таки делаешь 100% исцеление господь еисус Дух Святой – это Личность, и Он любит объявлять нам Иисуса. Он реальный, живой, Он здесь. Только потом мы узнали, что это место было реабилитационным центром для наркоманов. У каждого из них было 40 дней, чтобы протрезветь и изменить свою жизнь, иначе они попали бы в тюрьму. Мы часто смотрим на таких людей, как на сломленных, но на самом деле, они не более сломленные, чем все остальные. Их мусор просто отличается от нашего, и к этим людям Бог захотел прийти и показать, что Он – Царь сломленных. У тебя есть маленькая дочь? Она с тобой? И, конечно, мы все воюем с очень реальным врагом. Свет сражается со тьмой, и тьма не всегда уходит тихо. Мы все увидели это ясно, когда наше внимание привлек парень, который стоял в углу весь вечер. Из уважения к вам троим, касаться меня, наверное, не будет хорошей идеей, потому что последние несколько лет я шел другой дорогой и делал с собой некоторые вещи. Я занимался темными вещами. Когда была молитва к Святому Духу, и вы спросили, как вы себя чувствуете? Я ощущал тяжесть в руках. Все чувствовали себя лучше, а я ощущал постоянную боль, как будто меня пробивали копьем. Это демон. Ты хочешь, чтобы он вышел? Если ты назовешь его по имени, то я уверен, что он выйдет. Бог освободит тебя прямо сейчас. Я помолюсь за тебя, брат. Надеюсь, что вам не будет ответного удара. Нет, со мной этого не будет. Мне не будет ответного удара. Бог любит тебя. Я задам тебе вопрос. Ты хочешь быть свободен? Да. Ты уверен? Да, уверен. Ты хочешь разорвать цепи? Да, все цепи. Сними вот это. Есть еще какие-то вещи, которые ты хочешь снять? Дух Святой, приди в могущественное имя Иисуса. Я беру власть над твоим телом, душой и духом. Прямо сейчас, Дух Святой, коснись его в могущественное имя Иисуса. Я прикажу выйти всему, что не от Бога. Прямо сейчас, во имя Иисуса. Иисус, Иисус, Иисус. Выйди вон в могущественное имя Иисуса. Больше этого не будет. Этот человек принадлежит Иисусу. Был момент, когда пророчество и слово знания текли рекой. И был глубокий мир. И когда мы помолились за Него, наступила неприятная, настораживающая атмосфера. И я ощущал это. И чувствовал страх в комнате. Я чувствовал противостояние врага. Но также я чувствовал мир Иисуса. Мир Святого Духа. Я думал, что он меня ударит. Это было единственное, от чего он меня беспокоился. Он говорил, стоп, стоп, остановите это. А Крис говорил, продолжаем. Я подумал, я приму на себя удар за Евангелие. Скажи, сила Божья живет внутри меня. Дьявол, я разрушаю твои дела. Я разрываю контракт, который у нас был. Силой крови Иисуса. Которая очистила меня. Во имя Иисуса. Сейчас я помолюсь за Тебя. Господь, спасибо за этого человека. Во имя Иисуса Христа. Оставь его во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. Посмотри на меня. Я смотрю на Тебя сейчас. Чем больше Вы меня касаетесь, тем хуже это становится. У меня сильно болит в груди. Это как будто все, что отошло, возвращается назад. Скажи, Иисус, Ты живешь во мне. Ты более могуществен. Наполни меня Твоим миром. И этот лжевый дух... Пожалуйста, уберите от меня руки. Оставь меня. Пожалуйста, уберите руки. Скажи, лжевый дух, оставь меня. Лжевый дух, оставь меня. Чем больше Вы делаете это, тем больше у меня в груди сжимается. И все, что сначала отошло, возвращается с еще большей силой. Бог, мы молимся о защите над этим человеком. Вся суть в той формулировке, которую я раньше сделал. Ты заключил завет. Посмотри на него сейчас и скажи, дьявол. Я хочу, чтобы ты смело сказал, скажи, дьявол, ты лжец. И я не служу тебе. Кровь Иисуса разрывает договор. Я разрываю с тобой отношения. Я служу Иисусу Христу. Мы не можем быть напуганы тьмой. Иисус родился в кормушке для скота, а не во дворце. Многие заинтересованы во дворцовом христианстве, но Иисус не заинтересован в этом. Иисус заинтересован в том, чтобы разрушать дело дьявола. В том, чтобы идти в темные места и ярко светить. Если мы верим, что Иисус – это маленький свет, то мы будем мало светить. Но если мы верим, что Он – свет мира, то мы будем искать возможности светить ярко. Когда вы делаете шаг веры, Бог действует. Этим людям не было позволено оставлять центр. И они могли встретить Бога только когда Он привел нас к ним. К счастью, тем вечером у нас были уши, чтобы слышать. И когда Он прошептал нам имя Майк, мы пошли с простым слепым послушанием. Нам было немного не по себе, но мы все же двигались вперед, потому что Бог знает, что делает. Отец нашел своих детей и излил на них свою любовь и принятие. И Джонни, 23-летний студент из Германии, повел их в первом разговоре с отцом, который хотел достичь их и для этого привел незнакомых людей к их порогу в полночь. Давай скажем «Спасибо, Иисус!» Что ты реален. Что ты любишь меня. И заботишься обо мне. И что ты умер за меня. Сегодня я отдаю тебе свою жизнь. Я верю, что ты умер за меня. И воскрес за меня. Чтобы я мог иметь вечную жизнь. Которая начинается сегодня. Во имя Иисуса. Наполни меня, Святым Духом. Своей любовью. Своей радостью. Во имя Иисуса я молюсь. Аминь. Мы поклоняемся Царю, потому что Он победил. Та ночь была победоносная. Иисус сделал это. Это была большая победа. Мы должны воздавать Иисусу славу и поклоняться Ему. И вся атмосфера изменилась. Мы перешли из ада в раль. Мы перешли из долины на вершину горы. Мы ощущали, что Иисус был там. И все было возможно. Все любят называть Бога убежищем. Но никто не любит битвы. Всем нравится Божий щит, но никто не любит, когда в них летят стрелы. Но ты не познаешь его как щит, пока не будешь смотреть на стрелы и ожидать, что он придет и защитит тебя, возможно, в последнюю минуту. Поэтому Давид и был человеком по Божьему сердцу. Он все это пережил в своей жизни. Бог не хочет просто нас посещать. Он хочет постоянно быть внутри нас. Иисус сказал, что Бог сотворит в нас обитель. Иисус вернул нас к первоначальному плану пребывания в Божьем присутствии. Я смотрю на стрелы, и он будет моим щитом. Я могу доверять Ему в эти моменты, и Он не покинет меня. Я могу чувствовать боль, но Он по-прежнему прекрасен. И мы будем доверять Его благости. Если я не буду интерпретировать Писание через призму любви, они никогда не будут для меня иметь смысла. И это основа чудес и исцелений. Вера не является проблемой. Иисус сказал, что если у тебя вера с горчичное зерно, то ты можешь сказать горе передвинуться. У нас проблема не с верой, а с любовью. В Иоанна 17.3 Иисус просит Отца, чтобы у нас была глубокая дружба с Ним. Вот жизнь вечная, да знают тебя. В верхней комнате Иисус говорит Своим ученикам, «Я больше не называю вас слугами, я называю вас друзьями». Иеремии 9.24 «Хвалящийся, хвались тем, что знают Меня и что близок со Мной». Я никогда не видел, чтобы Отец подвел того, чьи ожидания – это глубокая дружба с Ним. Когда Иисус крестился в воде, Дух Божий, как голубь, сошел и пребывал на Нем. Он пребывал не только в Нем, но и на Нем. Он во Мне ради Меня, но Он на Мне ради тебя. Я хочу и то, и другое. Я хочу комфорт, мир и направление, которое Он дает мне. Но я также хочу эту силу, которая делает меня инструментом в Его руках, изменять все вокруг меня. Это не вопрос рая или ада, а того, сколько Его царства я увижу в этом мире. Что делать, когда ради Иисуса миллионы людей горят огнем, который разжигает Дух Святой по всей стране, где собираться и даже учить Божьему Слову – это нелегально? Как оснащать церковных лидеров в стране, которые запрещают Библии и сажают в тюрьму тех, кто наполнен Святым Духом? Мой друг Пати Патман с помощью своей школы служения Царства пытается ответить на эти вопросы для тысячи лидеров подпольной церкви в Китае. Я слышал о невероятных вещах, которые Бог делает Святым Духом в подпольной церкви, но я хотел увидеть их своими глазами. Я видел, как Бог действовал там, где у Него для этого была свобода, а как насчет тех мест, где у Него для этого нет свободы. С одной стороны, церковь в Китае сильно разрастается. Трудно уловить, как много Бог делает в Китае. Здесь было движение, которое почти вымерло из-за культурной революции, и сейчас оно превращается в одну из самых динамических церквей в мире. Невероятно, здесь больше верующих, чем в Америке. И в то же самое время, из-за гонений люди не становятся христианами легкомысленно. Тут люди не пробуют христианство на вкус. Если ты посвящаешь себя, то идешь на потенциальный тюремный приговор. Если ты в церкви, то ты полностью посвящен, на все 100%. Когда церковь состоит из таких людей, она динамичная. Там Бог может делать невероятные вещи. Десятки сотен тысяч сейчас превратились в десятки сотен миллионов. Я рос и был пастором в церквях, где мне надо было просто решить. Стоит ли это того, чтобы проснуться и пойти в воскресное утром на служение? Здесь христианам надо решить. Стоит ли это того, чтобы пойти в церковь и рисковать потерять работу, попасть в тюрьму и даже быть избитым за их веру? Реальность того, что нас обнаружат, была такая интенсивная, что мы, как и все, кто принадлежал к этой церкви, должны были подняться на 12 этаж, чтобы нас никто не заметил. На каком мы этаже? Я так много слышал о знаменитой подпольной церкви в Китае. И вот она, прячется от правительства, но открыто и уязвимо перед Богом. Нет группы прославления, нет экранов или мониторов, нет динамического проповедника. Они просто собираются поклоняться, праздновать и вместе почитать правдивого царя Иисуса Христа. Разве есть лучший способ почитать его, чем тихо вместе принять предчастие так же, как это сделал Иисус со своими учениками 2000 лет назад? Они прячут свои тела от правительства, но открывают свои сердца от Богу и друг другу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Затем все стало наиболее интенсивным. Один из наибольших секретов подпольной церкви – это их миссионерские семинарии. Они не похожи ни на что, о чем бы ты слышал раньше. И это один из наибольших секретов, которые хранит церковь в Китае. Для меня было большой честью, что я был первым представителем Запада, которому разрешили снимать в одной из таких семинарий. Но чтобы сделать это, нам надо было пробраться туда незаметно. Пастор сказал, что его дом заметило правительство. Поэтому они периодически приходят и проверяют его. Он сказал, что представитель власти уже подозревает, чем он занимается. Поэтому они периодически проверяют его. Здесь раньше никогда не было иностранцев. Они никогда не приезжали сюда. Вы первые иностранцы здесь. И, возможно, последние. Почему это так важно? Немногих выбранных принимают в эти семинарии. Их посылают в очень секретное здание, которое они не покидают два года, пока обучаются и укрепляются в Божьем Духе и Истине. После окончания обучения многие купят билет в одну сторону на Ближний Восток, зная, что они больше не возвратятся домой, и что, скорее всего, их будут мучить и убьют мусульманские экстремисты. Это наибольшая жертва, которую они могут предложить. Но для них это стоит того, чтобы принести Иисуса в самое сердце ямы со львами, куда очень немногие могут его принести. Не подходите к окнам. Кто я такой, чтобы быть приглашенным сюда? Никто из этих людей не напишет книгу, не заведет подкаст, не будет на телевидении. Никто из них не будет проповедовать на стадионах. Их имя не будет известно в каждом доме. Даже сейчас для этого фильма они должны оставаться скрытыми и смиренными. Я был поражен осознанием слов Иисуса, что в Его Царстве первые будут последними, а последние первыми. Я осознал, что ходил среди одних из наибольших героев нашей веры, и никто никогда не будет знать их имен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Новый Завет не заключается в том, что Иисус умер только, чтобы Я попал на небеса. Это только часть Завета. Иисус умер, чтобы Его люди, то есть Церковь, были известны как носители небесной силы. Сильный уже связан. У тебя есть власть разграбить его дом. Итак, это расхищение вражьего дома, устранение тьмы, возвращение потерянного царства. Суть не только в том, чтобы принять спасение и быть моральным, чтобы попасть на небеса. Божий Дух теперь пребывает не только на священниках, царях и пророках. Теперь Бог изливает Свой Дух на всех Своих людей. Он хочет излить Его на всякую плоть, чтобы познание славы Господней покрыло всю землю, как воды покрывают моря. Богу нравится, когда я Ему доверяю. Вера – это одно, но мне кажется, в какой-то мере доверие превосходит веру. Потому что я могу стоять в том, что я знаю, и я могу решить не колебаться. И мое сердце находит покой в отношениях доверия с Богом. Как ты недавно сказала, твое сердце настолько доверяет, что ты полна радости. И это прекрасно, когда наше большое доверие приносит нам радость. Потому что у нас полное доверие и надежда. И мы ответственны за то, чтобы любить Бога всем нашим сердцем. Не угошайте огонь Духа. Это не сатана угошает огонь Духа. Во мне просыпается Баптист. 1 Фессалоникийца 5.19. Не угошайте огонь Духа. И это весь стих. Не делайте этого. 2 Тимофею 1. Разжигай огонь Божьего дара. Бог дал нам не духа страха, но силы любви и самообладания. Самодисциплина помогает тебе идти вперед. Хочешь ли ты этого или нет. Ты можешь горячо желать духовных даров. Павел говорит, что ты должен это делать. Это в твоих руках разжигать огонь. Будь то пробуждение или дар. Оживляй и воспламеняй его. Если ты растишь детей, развивай это. Все тело Христово призвано к этому. Вопрос в том, кто рискнет и начнет действовать. Мы иногда судим о вещах, ментальности Уолл-Стрит. Мы применяем свой фильтр, а не фильтр царства. Церковный или религиозный фильтр. Гуманистический или политический фильтр. Божий фильтр – это царство, это семья. Отец наш, ибо Твое есть царство. Все вопросы царства – это вопросы семьи. Когда мы отходим от понятия семьи, мы отходим от царства. Я видел, как люди рискуют своей жизнью ради Евангелия, как они доверяют шепоту в их сердце и даже выбирают отложить свою жизнь в сторону ради чего-то большего с точки зрения вечности. Но как насчет демонов своего прошлого? Как это, когда Божий палец не только побуждает тебя оставить грех, но и так сильно преобразиться, что ты возвращаешься в свое прошлое, чтобы принести свободу другим? Чтобы выяснить это, я направился в Северную Ирландию, чтобы встретиться со Скоттом Макнаморой, бывшим наркоманом, который после встречи с Иисусом привел более трех тысяч человек ко Христу один на один прямо на улицах своего города. Я познакомился с гитаристом рок-группы Корн по имени Брайан Хэд Уэлч. Он боролся со своим собственным прошлым фильмом Дарна Уилсон «Святой дух», когда впервые молился за людей на концерте Корн, и через это внутри него что-то открылось. Теперь он регулярно молится за людей на своих концертах. Я чувствовал, что Бог говорил мне объединить их в команду со Скоттом и принести Иисуса на улицы Ирландии. Брайан смог присоединиться к нам в перерыве между турами. План был простой – взять Скотта и Брайана в тот самый бар, в котором он обычно принимал кокаин. Большинство людей здесь никогда не пойдут в церковь, чтобы встретить Иисуса, и мы решили, что принесем им Его. И как только мы приехали, стало ясно, что это не был обычный день в Северной Ирландии. Куда пойдем? Идем вон туда. Парад только начался, и будет продолжаться целый день, пройдя возле бара, в который Бог нам сказал пойти. Но это не был веселый парад с милыми животными и танцорами. Это было празднование наихудшего того, что религия может предложить. Это был почти 40-летний кровавый конфликт между католиками и протестантами в Северной Ирландии. И мы оказались посреди этого парада, который празднует господство одной религиозной системы над другой. Не только улицы разделяли католическую и протестантскую часть города, но сейчас парад празднующий это религиозное разделение был нашим фоном, на котором разворачивались события. Мы хотели, чтобы Иисус проявился в баре, но для этого Ему надо было иметь дело с тем, что наиболее разочаровывало Его, когда Он был здесь, а именно с догматической религией, в которой отсутствовала любовь. Пусть Бог вас благословит. Благослови их, Господь. Благослови их, Иисус. Пусть Бог вас благословит. Иисус любит вас. Десять лет назад я был как раз в этом баре. Я занихвал кокаин. Я жил таким стилем в жизни. Я был далеко от Бога. Я знал людей, которые бывали в таких барах. Я знал, что происходило в таких местах. И сейчас мне не хотелось туда идти. Теперь я свободен от наркотиков и живу христианской жизнью. И мне нравится так жить. Я чувствую себя хорошо, я в безопасности. Я не хочу возвращаться в прошлое с наркотиками и насилием. Владелец бара сказал мне, церковь никогда не пыталась пересечь границу улиц. И улица никогда не приветствовала, чтобы церковь пересекала эту линию. Это невообразимо, чтобы тут кто-то проповедовал Евангелие на улице. Это все знают. Но Дух Святой просил меня пойти и быть святым. Я долго с этим боролся, потому что это было некомфортно. Я всегда обещал Богу, что дам Ему свое послушание. Парад начинался, и это давало свое. Напряжение было действительно сильным. События, с которыми связан парад, оставили свой отпечаток. Поэтому мы сказали, Господь, что мы делаем? Мы отдаем это Тебе. Аминь. Потрясающе. Давайте, заходите. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Мы хотим быстро чем-то поделиться с вами. Все меня слышат? Окей. Как Брайан уже говорил, у каждого своя уникальная дорога. Это, наверное, была реакция на нашу песню. Кто-то из вас когда-либо молится? Только честно. Окей. Кто бы молился, если бы у вас умирал кто-то из родных? Давайте честно. Итак, молитва – это как разговор через дверь. Вы знаете, что Бог есть где-то там, но вы не знаете Его лично. И Он хочет, чтобы вы знали Его лично. Но если вы не откройте эту дверь, то этого не произойдет. Хотите ли вы знать Его лично? Будьте ли вы искренними сами собой? Признаете ли вы, что вы тонете? Если бы вы умерли сегодня или на следующей неделе, вы знаете, что не попали бы на небеса. Но Иисус хочет предложить вам вечную жизнь, жизнь, которая не заканчивается. И это то, что Брайан и я и многие другие приняли. Если ты не знаешь Иисуса, но хочешь Его узнать и ухватиться за Него, тогда подними руку вверх, и мы помолимся за вас. Если тут такие, пусть Бог благословит тебя. Кто хочет этого, поднимите руку. Пусть Бог благословит вас. Я помолюсь, чтобы вы почувствовали здесь в Божьей присутствии. Хорошо? Мы можем это сделать? Потому что мы верим, что Иисус сейчас здесь. Я вижу поднятые руки позади. Можете подойти поближе? И мы помолимся за вас. Выходите вперед. Бывает, что нам все равно, что думают люди. Я помню, что сказал в своем сердце. Бог, если ты реален, то я нуждаюсь в тебе. Я умираю. Моей дочери нужен настоящий родитель. Если ты дашь мне новую жизнь, я отдам жизнь тебе. И если ты покажешь, что ты реален, и спасешь меня от наркотиков, я обещаю, что отдам тебе свою жизнь. Я был серьезен и говорил, Бог, если ты реален, я нуждаюсь в тебе. Мне было понимание, что эта жизнь, это не все, что может быть. Небеса – это не только то, что может быть с тобой после смерти. Хотя это тоже правда. Это хорошо. Но небеса здесь, сейчас, потому что Христос умер. Он настолько чист, что сделал возможным, чтобы небеса пришли и были внутри вас, и чтобы вы могли в какой-то мере ощущать это сейчас. Реален ли Иисус или нет? Реален ли Святой Дух? Реален ли Бог Отец? Придут ли они в зал, когда мы их попросим? И в той ситуации это было рискованным. В том баре была куча странных людей. И, честно говоря, я нервничал. Но я думал, царство, царство. Христиане никогда раньше не ходили в этот бар. Но сейчас здесь люди наполнились Святым Духом. Хаос, которого мы начали, превратился в мир. Бар стал церковью. И стало ясно, что эти люди не ищут религию. Они хотели встретить Иисуса. Бог реальный. Он хочет прийти и поселиться в тебе. И Он никогда не оставит тебя. Он никогда не осуждает тебя. Мы все оплошали. Поэтому Он и пришел сюда. Бог хочет сказать тебе, «Я хочу освободить тебя от всего плохого, что тебе говорили и сделали. Я вижу, что тебя обзывали, и ты через многое прошла». И Бог хочет сказать, «Я хочу исцелить твое сердце». Тебе говорили, что ты отвратительная, ты ошибка. Но Бог говорит, «Я люблю тебя. Я создал тебя до сотворения мира». Джессика, «Я сформировал тебя до того, как создал небо и землю». «Я знал тебя». «Я думал о тебе». «Я знаю, сколько у тебя волос на голове». «У меня о тебе больше мыслей, чем песка на берегу». Он так сильно полюбил тебя. Он соткал тебя в лоне матери. Мы разрушаем всякую ложь врага. Все мысли о самоубийстве. Мы поразглашаем, что этого больше не будет во имя Иисуса. Это не то, кем она является. Она свободна. Она дитя Божье. Мы поразглашаем во имя Иисуса, что больше не будет голосов, которые говорят, что она плохая, что она ошибка. Бог хочет, чтобы ты доверяла Ему, потому что Он будет защищать тебя. Приходи, увидишься с нами в церкви в воскресенье. Благословляю тебя. Люблю тебя. Дай я тебя обниму. Напомни, как тебя зовут? Джордж. Окей. Помолимся за тебя. Ты слышал, что мы говорили? Я думаю, я тебя видел. Что-то коснулось твоего сердца? Ты что-нибудь почувствовал? Ты полностью свободен от обвинения и совершенный во Христе. Ты покрыт Его кровью. Он пролил кровь, чтобы сделать тебя совершенным. Ты воин. Господь, я молюсь об отваге, чтобы разрушить всякий страх, который Он испытывал в детстве. Исцели глубокие раны, отвержения и издевательств, сделай Его сильным воином. В тебе есть величие, и Бог будет использовать тебя. Это все было не напрасно. Отец, мы разрушаем всю тьму, которая была произнесена. Господь, я молюсь, чтобы, смотря в зеркало, Он говорил, Бог любит меня, и я люблю Себе, я нравлюсь Себе. Мы произглашаем, что тяжести, которые ты носишь, больше не будет. Во имя Иисуса, Бог любит тебя. Ты муж Божий. Ты пойдешь в те места, о которых ты не мечтал. Это будет потрясающе. Я сильно люблю тебя, брат. Сегодня я почувствовал себя замечательно. Почувствовал, что меня любят. Ты ожидал встретить Иисуса в баре? Нет, я этого не ожидал. Теперь ты будешь жить для Него? Пусть Бог благословит тебя. Я вижу, как душ сетой сходит на людей. Для этого я живу. Это момент, когда Иисус говорит, тук-тук, я снаружи. Впустишь ли ты меня? Это было невероятно. Много людей пытались войти вперед. Мы старались как можно лучше позаботиться о них и помолиться за них. Это был святой момент. Я не знаю, как это происходит, но что-то ощутимым образом меняется в атмосфере. И ты видишь, как душ сетой сходит на людей. Я вижу, как они начинают плакать и тут, и там. И стало так жарко, что нам пришлось выйти наружу. Мы вышли, потому что не могли физически добраться до людей. Люди подходили со всех сторон. Они писали об этом в Фейсбуке, такси останавливались, новые люди приезжали, люди соседних баров приходили послушать. Когда мы молились за людей, они присоединялись к нашей группе, и мы все были вместе. И нас становилось больше. Мы молились снаружи, и они продолжали хотеть молитвы. За некоторых людей мы молились несколько раз, и они снова и снова ощущали Божьи прикосновения. Бог продолжал действовать. Парад, который разделял людей, не остановился. Но тут как будто разгоралась война между религиозной ненавистью и любовью Иисуса. Скотт был перед лицом своего прошлого, и прорыв происходил не просто потому, что мы приносили благодать и любовь, но потому, что мы верили, что эти люди были достойны того, чтобы пересечь улицу, которая нас разделяла. На нас не стоит печать нашего прошлого, но любви Иисуса, которое у Него есть для нас в настоящем. Каждый, кто произойдет имя Иисуса, это Божий сын или дочь. Наша идентификация это не католик или протестант, баптист или харизмат, но просто дети Отца, который стучит в дверь наших сердец и ждет, что мы ответим. Ты большой человек, прими решение, помыли с нами, скажи, Господь Иисус, сегодня я отдаю тебе свое сердце, я отдаю себя полностью и хочу следовать за тобой. Бог сильно тебя любит. Пришло время начать жить, брат. Надо помнить, что сила в Евангелии. Мы можем приукрашивать церковь и эти ситуации, но сила в Евангелии. Мы бываем на конференциях и в церкви и говорим, Бог, если Ты дашь нам больше силы, тогда мы пойдем. Но Бог говорит, выйдите, и я дам вам большей силы. Он хочет, чтобы мы сделали шаг. Что такое великое поручение? Идите к людям, которые погибают. И нам нужно только достаточно доверия, чтобы сказать, хочешь ли ты Иисуса прямо сейчас? Он здесь. Если они скажут да, то мы позволяем Святому Духу действовать. Он наш партнер в Евангелизации. Мы говорим, Дух Святой, яви Иисуса. Это то, что Он делает. Образно говоря, отхожу в сторону и позволяет Духу Святому явить Иисуса, как вчера в баре. У меня нет красноречивых слов и богословского образования. У меня есть любовь к Спасителю. И мы восвобождаем это Евангелие. Не что там модное, а просто говорим, это Евангелие. Бог любит тебя и хочет спасти. Он протягивает тебе руку, потому что невозможно спасти кого-то, не протягивая руки. Хочешь ли ты Иисуса? Иисус говорит, эта вечная жизнь дознает тебя. В глазах Отца я так же чист, как Иисус. Если я не верю в это, то у меня не будет веры и любить того, кто хочет Меня подставить. Иисус пришел явить Отца. Он хочет, чтобы мы, Его дети, вернулись к Нему. Закон говорит, побивать камнями женщину, которую поймали на прелюбодеянии. Иисус говорит, я тебя не осуждаю, и она становится одной из самых верных Его учениц. Римлянам 2, 4. Благость Божья приводит людей к покаянию. Зачем Иисус пришел сюда? Он пришел, чтобы снова привести нас к Отцу. В один момент я оставлю свое тело и пристану пред Ним. Что будет иметь значение в тот момент? Я хочу, чтобы у вас с Ним здесь была такая дружба, чтобы она продолжалась бы, когда я окажусь по ту сторону. Бог восхищается людьми, которые приходят с Ним в согласие не только относительно веры, чтобы видеть чудеса и исцеления, но и веры, чтобы выстоять, когда кажется, что все идет против тебя. Веры, чтобы верить в Божьи призвания, когда все, что у тебя есть, это отвержение другими людьми. Я думаю, Он восхищается, даже если мы отводим от Него взгляд на какой-то момент и начинаем тонуть. Ему нравится протягивать руку и поддерживать нас, когда мы выходим из лодки и пытаемся идти к Нему по воде. Я думаю, Он в большем восхищении от того, что Петр намок, чем остальные 11 учеников остались сухими. Я думаю, что большая история это то, что Он старается нас достичь. Пришло время, чтобы мы изменили свое мышление. Бог совершенно благ, Он наилучший отец, Он лучше, чем кто-либо может вообразить. Дайте Ему возможность и почините Ему все, все, что вы делаете. Огонь всегда сходит на жертву. Это делает каждый аспект жизни священным. Тебе надо принести в жертву все свое сердце. Я путешествовал, чтобы видеть Божью славу по всему миру. И я поехал в город Тамалы в Гане, ожидая увидеть одно из наибольших движений Бога на планете. Но у отца был для меня еще один сюрприз. Он собирался научить меня уроку, который я не скоро забуду. Я встретился с евангелистом Дэниелом Календой. Его наставник Рейнхард Бонке привел более чем 75 миллионов человек ко Христу за последние 40 лет, проповедуя на одних из самых больших собраниях в мире. Как основатель служения Христос для всех наций, Рейнхард передал стафету и микрофон Дэниелу. И как с Ильей и Елисеем тут было увеличение работы духа. Бог не притормаживает. С тех пор было в два раза больше спасений на каждом Крусейде. Церковь Дэниела это грязные поля Крусейда. Стены это границы страны. И церковных скамейк нету, чтобы было больше места для сотен тысяч людей на собраниях в ожидании встречи с Богом. Но до того, как город Тамалы сможет увидеть могущественное Божие движение, невероятная команда Дэниела должна превратить дикое поле в амфитеатр для более чем четверти миллиона человек. Эти прекрасные неутомляемые инженеры, механики, администраторы и съемочная команда одни из самых лучших в мире в том, чем они занимаются. Часто они оказываются в почти невозможных ситуациях. Они часто сотрудничают с тысячами местных церквей, чтобы сотни тысяч смогли услышать об Иисусе. для меня становилось ясным, что это не просто палаточное пробуждение на заднем дворе. Это евангельский крусейд, готовый потрясти целый город. Один из многих, кого я встретил за сценой, это Винфорд Ветленд, бывший зеленый берет в немецкой армии. Винни, как они его называют, провел последние 30 лет, делая так, чтобы евангельский крусейд прошел без помех. Он был в плену у солдат-повстанцев, в него часто стреляли, он выжил в авиакатастрофе, часто был при смерти, потому что, как он это объясняет, Господь ему просто сказал сесть в грузовик и ехать. Рейнхарт и Дэниел всегда говорили, что Бог не может совершать без нас его работу, его план. Мы были во многих очень странах. Мы также были в некоторых странах, где пережили гражданские войны, беспорядки, мятежи, правительственный переворот. Я помню, мы въехали в одну страну, и президент все еще был у власти. Когда мы покидали страну, он уже был отстранен от власти. Когда я увидел солдат-повстанцев в стране, я подумал, что нам конец. Мы видели головы людей, лежащие на полу. Не было ничего, чем можно было бы вердиться. Ты видишь, как это сложно, и можешь доверять только Иисусу. И Он пришел на помощь. И я подумал, более двухсот тысяч человек на поле, многие отдали свою жизнь Иисусу. там были президент и парламент. Рейнхардт выступал в парламенте. Что было бы, если бы мы сказали, что возвращаемся, мы бы этого всего не увидели. Я наверное немного предвзят как евангелист, но я верю, что душ это то, что движет Божьим сердцем. Истинное отношение с Богом это не то, как громко ты поешь или как хорошо ты танцуешь в поклонении, но насколько твое сердце горит за потерянных. Творение ничего не стоило Богу, когда Он сказал Слово и мир стал существовать. Он не вспотел, не напряг мускулов, Он просто сказал и мир был создан. Творение ничего ему не стоило, но спасение, наше спасение, стоило ему всего. Все для Крусейда было почти готово. Месяцы планирования помогли этому, и Даниэл только что приехал готовый действовать. Но как только он сошел с самолета, ему сообщили, что король Тамалы хотел встретиться с ним лично. Эта встреча с королем не была дружной фотосессии. Она могла привести к тяжелым последствиям, если бы королю не понравилось то, что сказал Даниэл, если бы он, как мусульманин, был оскорблен именем Иисуса, тогда он отказался бы принимать Даниэла и его послание городу. Король одним словом мог послать всех нас домой, и толпы не собрались бы, и не было бы демонстрации Божьей силы, и не было бы провозглашения Евангелия для спасения тысяч людей, которые отчаянно нуждались в этом. После нескольких месяцев работы, нескольких тысяч часов подготовки и нескольких потраченных миллионов долларов, все зависело от этой встречи и этого короля. Я начинал понимать, почему у нас военный эскорт, и почему вокруг были вооруженные солдаты. Мы ехали не во дворец, мы направлялись на поле битвы. Субтитры Субтитры делал DimaTorzok Открытый двор. И вот перед нами круглая комната. Я думаю, это была тронная комната короля. Наши глаза приспособились к свету, и через маленькие двери мы смогли увидеть короля на троне. Много пожилых мужчин полукругом сидели у его ног. Это старейшины племени. Они приветствуют нас в своей деревне и благодарят, что мы пришли, затем король приглашает меня обратиться к нему. В этой ситуации моя цель номер один – это увидеть, как люди этого племени приходят на Крусейд, услышать Евангелие. И это включает и самого короля. И я дам ему личное приглашение прийти на Крусейд. Я хочу дать этим лидерам точное представление об Иисусе и о том, что мы будем делать. Я всегда молюсь в таких ситуациях, чтобы Господь дал мне открытые двери для демонстрации Царства так, чтобы люди могли увидеть и понимать, именно это и произошло в этой хижине. Ваше Королевское Высочество, я приветствую вас в чудесное имя Иисуса. Я благодарю вас за очень теплый прием и за гостеприимство. Для нас большая честь быть в вашем дворце и быть приглашенными в ваше королевство. Божье Слово, Святая Библия говорит, что мы должны бояться Бога и почитать короля. И мы здесь, чтобы почтить вас. Мы приехали сюда на этой неделе, как проповедники Евангелия. И Евангелие означает «Благая Весть». Вы слышали «Благую Весть»? Я здесь, чтобы рассказать вам ее. «Благая Весть» ваше Высочество. В том, что Иисус любит вас, что Он пришел с неба на землю ради вас, что Он умер на кресте за вас, что Он воскрес из мертвых ради вас, чтобы вы могли принять спасение. И мне на сердце пришел стих из Писания, из 1-го послания Иоанна, глава 5, стих 11. Там сказано, что Бог дал нам вечную жизнь, и эта жизнь в Его Сыне Иисусе Христе. Имеющий Сына имеет жизнь, и не имеющий Сына не имеет жизни. И я молюсь, чтобы вы и все ваши подчиненные, и вся эта земля испытали эту вечную жизнь через Иисуса Христа. И я хочу сказать, как евангелист, я хочу дать вам ваше Королевское Высочество личное приглашение прийти на евангельские собрания на этой неделе. Я верю, что это будет неделя, изменяющая жизнь во имя Иисуса. Спасибо за ваш прием, и да благословит вас Бог. Таким было это послание. Имя Иисуса висело в воздухе. Все, что мы могли делать, это ждать, пока Король говорил со своим глашатаем. Один из старейшин прошептал мне на ухо. Король страдает от боли в коленях. Уже несколько дней он не может ходить. Ты можешь за него помолиться? Я сказал, а он позволит мне? Разве это совпадение, что несколько дней назад он так заболел? И сейчас я здесь, и это отличная возможность показать силу имени Иисуса и Его Царства. Иисус не исцелял больных, чтобы доказать, что Он мог это делать. Он исцелял больных, чтобы доказать, что мы можем это делать. Он делал чудеса, чтобы показать нам, как мы можем жить. Он исцелял больных, демонстрировал Царство и затем говорил, Вот что такое Царство Божие. Он исцелял больных, открывал слепым глаза, воскрешал мертвых и учил от царства. С одной стороны, Он объяснял нам это, и с другой стороны, Он нам это показывал. И все это было приглашением войти в эту жизнь. Он говорил, я хочу, чтобы вы это делали. Вот как вы можете жить. Мы можем за Него сейчас помолиться? Прямо сейчас? Но вместо «да» или «нет», король сделал шокирующую просьбу. Когда он объяснил, что не мог стоять из-за боли в колене, Дэниел смог увидеть, что Бог планировал. Дэниел был непоколебим и сразу увидел, что это с самого начала был Божий план. Он повернулся ко мне с тихим доверием и сказал, тебе надо снять это на камеру. И затем что-то совсем неожиданное произошло. Король, который говорит к людям только через глашатые и всегда окружен охраной, пригласил Дэниела подойти и помолиться за Него. Иностранцы, который только что проповедовал Евангелие Иисуса Христа и все еще держал свою Библию, позвали подойти к трону мусульманского короля и физически возложить на Него руки. Уже около недели он не может стоять. У него боль в коленях. Сильные люди должны были его поддерживать, когда ему надо было встать. Мы можем за Него помолиться? Он просит о молитве. Мы можем подойти? Пусть он и есть король Тамалы, но шокирующе, что он сейчас просил помощи у царя царей. Господь, спасибо во имя Иисуса. Господь, спасибо за исцеление в этих коленях. Я обращаюсь к этим коленям. Я приказываю им исцелиться. Прямо сейчас во имя Иисуса. Вся боль, убирайся во имя Иисуса. Артрит, убирайся прямо сейчас во имя Иисуса. Будь исцелен. Можно это отодвинуть? Встаньте, пожалуйста. И из-за этого одного чуда они пришли. Господь, спасибо за полное исцеление в этих коленях. Вся боль, убирайся во имя Иисуса. От макушки головы до подошвы ног. Полное исцеление прямо сейчас. Во имя Иисуса. Как вы себя чувствуете? Спросите у него, есть ли еще боль. Скажите ему, чтобы он пошел со мной. Они приняли Иисуса как спасителя, из-за того, что король исцелился и увидел, что его любят, и что Иисус умер за него. Они получили Иисуса как спасителя. Субтитры создавал DimaTorzok Возьми мою руку. Ходи во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Вся боль, убирайся. Король делает шаг, и жизни изменяются навсегда. Когда я начал это путешествие, я хотел сам увидеть, как Бог действует. Но в процессе всего этого одна фраза постоянно поднималась у меня в душе. Он достоин этого. Он достоин, чтобы ради него пережить гонение и арест. Он достоин того, чтобы быть послушным его шепоту в твоем сердце. Он достоин того, чтобы отвергнуть свою жизнь, даже если никто никогда не узнает твоего имени. Он достоин того, чтобы стать перед лицом демонов своего прошлого. Он достоин того, чтобы стать перед королем. Разворачиваемся. Господь, спасибо за полное исцеление прямо сейчас. Во имя Иисуса. Господь, ты достоин принять славу и честь, и силу, потому что все создано тобой. Кто мы такие, что ты интересуешься нами? Кто мы такие, что ты посещаешь нас в нашей сломленности? Мы все сломлены. Но ты снова и снова доказывал, что ты не просто царь царей, но ты также царь сломленных. Господь, спасибо за полное исцеление прямо сейчас. Во имя Иисуса. Много лет назад я понял замечательную вещь. Было бы хорошо, если бы я понял это еще раньше. Я понял, что Бог зажигает огонь на алтаре, но поддерживают огонь священники. Бог зажигает огонь пробуждения, и от нас зависит, как долго Он будет гореть. Он будет гореть, пока есть жертвенные приношения. Если ты не можешь найти приношения, запрыгни на алтарь. Потому что этот огонь спадет на тебя, и Он не остановится. Это все, что у меня есть. И у меня тоже. Мы все так или иначе сломлены. И Бог жаждет встретиться с нами не только так, как мы хотим, но так, как мы в этом нуждаемся. Когда свет погас и поле опустело, я разговаривал с женщиной по имени Сара, которую я видел на протяжении Крусейда. Я спросил ее мнение о том, что Бог здесь сделал, и была ли она разочарована в нем, и что она теперь думала о Божьей славе. Она приехала на инвалидной коляске и возвращалась домой, и все еще в инвалидной коляске. Я поняла, что вера действует любовью. Я не могу ненавидеть того Бога, от которого я что-то ожидала. Я должна Ему доверять. Это испытание веры, и я должна пройти его. Я думаю, что когда я завтра приеду домой, они скажут, о-о-о-о. Это не то, что мы ожидали. Я просила Бога, чтобы Он исцелил людей вокруг меня от их неверия, чтобы они могли видеть больше, чем физический мир. В конце концов, я возвращаюсь к чем-то, что намного больше. Вчера я получила крещение Святым Духом. Я чувствую себя полноценной. Этот гнев, эта тревога, эта неуверенность, их больше нет. Я лучше останусь в этой коляске, чем останусь сама по себе и буду ничтожной. Дьявол говорил мне, о-о-о, Бог не помогает. Сегодня даже не приходи. Иди домой. Все окончено. Я же тебе говорил. Но вера – это битва. Некоторые люди по-настоящему отдали свою жизнь Христу. И это того стоит. Зная, что Христос в нас – надежда славы. Я всегда хотела даров Духа. Я получила их. И это того стоит. Я продолжаю видеть чудеса. И наше время – это не Божье время. Но когда это Его время, Он делает все прекрасным. Все это стоило того. Это стоило того. ИГРАНОГЛАВА ИГРАНОГЛАВА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok